Let's go, пока Безмолвная сегодня Мне, честно, сложно пока что предположить, кто из них первый выйдет на двадцатку, если вообще выйдут То есть, я постараюсь Окей, Безмолвная У нас было несколько попыток играть за Безмолвную Первое, что мы выучили, что если взять стартовую реликвию, ну, корона со старту, это, конечно, очень тяжело Учитывая специфику О, мы можем двух элиток на шару взять Да Я думаю, надо пробовать Вот этот путь очень хороший шанс взять двух элиток на шару Всего три вопроса пройти надо Четыре вопроса и двух Ну, как минимум одну Минимум одну мы можем взять Редкая карта тоже заманчивая Проклятие и редкая реликвия, кстати, тоже нормально Потому что у нас есть возможность убрать это проклятие В отличие от обычного режима Двадцатого возвышения Нам проклятие не так плохо Потому что мы в магазинах только и делаем, что удаляем карты Да, релик на четыре энергии, это очень круто Я думаю, мы возьмем все-таки Попробуем двух элиток на шару взять За Безмолвную очень сложно убивать элиток на первом этаже Гремлин, Лаговулин очень сильно портят ей жизнь Стартовый релик у Безмолвной не критичен Он очень хороший Две дополнительные карты на первый ход Очень-очень хорошая вещь Две карты это очень много Это почти половина карт, которые доберешь каждый ход Но действительно у Безмолвной без болезни не всего Можно заменить стартовый релик Здесь я согласен на сто процентов И здесь выбор стоит между неуловимостью и отравленным ножом Неуловимость супер сильная карта Особенно на... Особенно на хардкоре Это карта, которая тебе дает защиту И может переносить эту защиту на следующий ход Неуловимость более редкая карта Ее сложнее найти, чем нож Неуловимость редкая карта А нож обычная карта Но Я думаю мы возьмем нож Возьмем нож мы по одной простой причине У нас нет стопроцентной гарантии того Что мы двух элиток убьем скорбью Если вдруг нам не повезет Если вдруг нам очень сильно не повезет И на одной из этих реликвий Либо не дай бог На двух реликвиях Прокнет Бой с элиткой То нам нужно будет их убить Хоть хотя бы как-то И потом После того как мы их убьем Попробовать вытащить хилку В одном из двух вопросов Которые будут после них Если мы этого не сделаем Если мы не возьмем сейчас нож Я думаю мы уменьшаем свои шансы очень сильно В общем мы перестрахов... В данный момент мы делаем перестраховку От непрока скорби Сейчас посмотрим на сколько это было актуально Я буду менять 7 здоровья на удаление одного удара Даже несмотря на хардкор По-моему это отличное... Это отличный ивент Который ну как бы не имеет смысла пропускать Ни при каких обстоятельствах Я удалил еще один удар сразу в ивенте И мы посмотрим что мы можем добавить Я с радостью возьму разрез Прямо я не думаю возьму разрез Стратег предпочел бы не брать пока что Двойник наверное тоже Разрез пожалуйста Мы не нашли разрез Мы можем взять стратег Я... Терзают меня смутные сомнения Я не буду брать стратега Его очень сложно разыгрывать У нас пока к нему нету комбинации никакой И вот нам все таки придется драться с одной элиткой И именно для этого мы взяли нож Нам нужна здесь еще одна атакующая карта Желательно атакующая Захват ноги Единственное что здесь есть Захват ноги Явно Не моя любимая Не моя любимая реликвия Совсем Так включать его надо Да я забыл включать Включить хардкор мод действительно Но будем надеяться что не понадобится Ну хардкор мод нам нужен если мы берем молот конкретно А надеюсь что просто не прокнет молот Если прокнет будем решать по ходу дела Буду переписывать Назову барлок тд хардкор склероз мод Спасибо Берем захват ноги Ну это единственное что у нас как бы сейчас будет играть нормально Окей первая элитка есть Узорчатый веер это огромное преимущество для нас Узорчатый веер это бомба Ничего просто не могу сказать Узорчатый веер превращает Грубо говоря превращает в некоторых боях Атаки в обороны Потому что Вместо того чтобы сыграть 2 атаки обороны Ты можешь играть 3 атаки Получать 4 блока Чуть меньше чем дает оборона Но все равно Особенно хорошо с любыми Дешевыми картами с заточками В общем Со всем что Со всеми Картами которые являются атаками Стоят 0 или Которые можно играть несколько раз У нас есть 1000 порезов 1000 порезов очень сложно играть 1000 порезов одна из самых сложных карт Вокруг которых можно построить билд Слайз Аспайр Она дорогая Ее апгрейд не Уменьшает ее стоимость И Чтобы она себя окупила Тебе нужно во первых Несколько противников на доске То есть на одном противнике Она себя очень долго окупает То есть тебе чтобы Нанести 10 урона 1000 порезов Тебе нужно сыграть Даже когда она улучшена Тебе нужно сыграть 5 карт Из преимуществ Это могут быть карты на защиту И карты на защиту будут наносить урон Она очень медленная Поэтому На элитках будет тяжело Я думаю нам нужно взять Изрештить здесь Чтобы у нас был урон Изрештить не очень хорошо С узорчатым веером Но это хотя бы что-то Порезы будут Хороши против стражей Кто у нас босс? Босс не Слизни А если бы были слизни Порезы были бы очень хороши Но изрештить Наносит 15 урона сразу Порезы хороши Некуда торопиться Ну как некуда Нам есть куда торопиться Нам сейчас огненную элитку Надо будет убить Либо обычную Если мы сюда свернем Но после обычной У нас не будет вопросов Нам нужно идти на огненную Здесь Значит мы теряем Три вопроса Порезы как джаггер на латнике Да, но джаггер на латнике Плохой Вначале Нам нужно просто Пережить первый этаж Мы не можем этого взять Хотел бы Но мы не можем улучшить Две случайные карты Если это попадет на удары Окей Нам нужно просто убить этого Элитного врага Альтернатива Свернуть сейчас направо И идти через бои Не через вопросы Не драться с огненной элиткой И попробовать вытащить Еще одну нормальную карту В обычном бою Я думаю мы так и сделаем Мы сейчас обойдем Огненную элитку Если мы попадем на гремлина С дополнительным хп По-моему мы его вообще не убьем Если мы попадем на то же самое На лаговулина С увеличенным здоровьем Я тоже думаю мы его не убьем То есть что нам нужно сделать Мне кажется Это попробовать вытащить Еще одну карту И Надеяться на то Что эта карта будет хорошей Лучший яд Еще один отравленный нож Был бы идеален Но Здесь уже как получится Я здесь кину два блока Если мы вытащим Нормальный урон Мы его сейчас должны убить Мы его не убиваем Но у нас есть блок На следующий ход Культист точно мертв Мы не получим урона И как бы Грубо говоря Мы сейчас попробовали Вытащить еще одну карту Танец клинков Резкий замах Все по плану Здесь нам Очень Очень интересный выбор Предоставляют Привет Кодзар Добро пожаловать на стрим Танец клинков Очень Очень Хорош С Бейром Но очень Плох Брать Влаговулина И гремлина Резкий Замах Резкий Замах Тадобор Добор И неплохой урон Все идет по плану Просто хорошая карта В любой ситуации Например для того Чтобы оставлять захват ноги Просто заточки Настолько плохие Против Двух Из трех Элитных врагов Которых мы сейчас Можем встретить Очень Очень Плохие Хотя и узорчатый веер С ними работает Есть какой-то Стопроцентный способ Узбавиться От вредной привычки Эмм Ну если это курение Наверное Заменить на другую Вредную привычку Ну если сигареты Например 100 рублей в день Тебе стоят Покупай на 100 рублей Не знаю Чипсов Например Есть чипсы Ешь чипсы На 100 рублей Я делал примерно так Когда курить бросал Я думаю Мы пойдем Через резкий замах Более безопасный путь Ртутные часы Нормально И все таки Это гремлин Хорошо Что мы не взяли Точки Очень Очень Хорошо На гремлине Точки были бы Катастрофичны Захватный гиг Как всегда Не играет Не делает ничего И мы полностью Идем в урон С 11 урона Но мы должны были Это получить Особого выбора Не было И можем ли мы Убить его На следующий ход Вообще то можем Я сыграю оборону Потому что у меня Такое чувство Что мы его убиваем При определенном везении Да Отлично Пузырек с кровью Оооо Да И Суперплан Заменить сигареты На плюс 50 килограммов Пуза Но одной пачкой чипсов В день Ты не Ты не наберешь 50 килограммов Не обязательно Это могут быть Чипсы Орешки Я не знаю Колбасы кусок Что-нибудь такое вкусное Не обязательно Супер вредное Мороженое Можно покупать Два мороженка На день На 100 рублей Как раз выйдет Да ну не наберешь Ты 50 килограммов Я имею ввиду Если вообще Больше ничего не делать Просто сидеть И есть чипсы Целый день Конечно наберешь 50 килограммов 50 килограммов То очень много Леденцы Да Это тоже вредно Но не так вредно Как сигареты 100% Не так вредно И вес Ты в любом случае Наберешь Когда бросаешь курицу Все по плану Удушение Облако слабости Теперь нам предлагают Все по плану И все по плану Очень хорошая карта Артем Привет Добро пожаловать на стрим Сколько орешков Можно купить на 100 рублей Два, три Не знаю Смотря каких орешков Если это большие Такие орехи Ух То может и два, три Маленьких орешков Можно много купить Маленьких орешков Маркок Как работа И Айрел Ну Расклад такой Я Завтра Снова Иду на работу Я попробую договориться С работой О Частичной Занятости Я попробую договориться Так Чтобы я работал Субботу Воскресенье А с понедельника По пятницу Я стримил Если получится Значит мы будем стримить Понедельник Пятница А субботу Воскресенье Я буду работать В мебельном Но если не получится Тогда Не знаю Пойду Фуллтайм Эй И чего уж Типа Кто не рискует Тот не пьет Шампанское Правильно Чат Вы со мной согласны? Дэс Спасибо тебе огромное За подписку Три месяца подряд Дэс Благодарю тебя Благодарю Я не знаю Почему не работает Почему не работает Оповещение Подожди Я его учекну Оповещение Спасибо тебе большой Чувак За поддержку Три месяца подряд Эм Я за последний За последний месяц Три разных Поменял сайта Которые должны Мне высвечивать Уведомления о подписках Они все ломаются Где мое уведомление О подписках? Дэс Прости Я не знаю Почему оно не высвечивается На На канале Они у меня включены Все равно Спасибо тебе огромное Оно может высветиться Попозже Я не знаю Где? Одну минуту Я прошу прощения Ить Квойства Почему ты не работаешь Обновить кэш Обновить кэш Не хочет работать Будут еще бобры Может быть оно попозже Высветится Я не знаю Бывают клюки Вот У всех в голове Уже король бобров Проигрывается Ну да Да Считайте что Король бобров Облако слабости Хорошо играет С захватом ноги Единственное что меня Волнует В облаке слабости Не слишком ли мы Упираемся В дорогие карты Уже вторая дорогая Карта в колоде В начале игры И она не атака Она не играет С узорчатым веером Что играет С узорчатым веером Ничего из этого Не играет С узорчатым веером Ну косвенно Может быть удушение Потому что ты В будущем захочешь Брать еще Больше Бесплатных карт Я думаю Что мы идем В облако Попробуем Сделать его рабочим Облако Частично защитная карта Почему Почему у меня еще У меня есть желание Его Взять из-за того Что она Частично Защитная Соответственно Не только Наносишь урон Но ты и блокируешь Урон Играя облако И это как бы Очень-очень хорошо Так Они бьют 8 плюс 7 Мы можем здесь Сыграть облако Для слабости Я думаю Это будет Не очень эффективно Потому что Мы тогда не заблокируем Весь урон Мы никуда не спешим В этом бою Усиливается здесь Только зубастый червь Но он так медленно Усиливается Поэтому Захват ноги Играет Смотрите Что делается Захват ноги Очень хорош Облако Не будет играться В каждом бою Пока что Оно слишком дорогое Чтобы его в каждом бою Разыгрывать Но все равно Оно работает Но работает И мне нравится И облако Играет с захватом Да Захват ноги С облаком Как раз то Что нам нужно Привет Удачного стрима Приятного Время Пропровождения Айм Виктор Привет Добро пожаловать На стрим Спасибо большое За добрые слова Тебе тоже Приятного Время Пропровождения Яд становится Лучше на хардкоре Можно стакануть его Потом дефаться И ждать Пока противник сам умрет Да По большому счету Да И безмолвная Примерно так и будет играть Но у нас сейчас Вырисовывается Альтернативная Альтернатива яду У нас сейчас Вырисовывается Узорчатый вея Мы можем Играть вокруг него Каждые три Сыгранные атаки Это для нас блок Заточка Станет Танец клинков Становится Практически Почти Почти Становится За одной энергией 8 урона И 4 блока Это очень хорошо Поэтому Я думаю мы возьмем Потому что Гремлина мы уже прошли Соответственно Гремлина мы уже не боимся И Ну Самый страшный момент Уже прошел А теперь После апгрейда Танец клинков Буквально становится 12 урона 4 блока За одну энергию 12 урона И 4 блока За одну энергию Потому что Нужно это учитывать Всегда нужно учитывать Свою реликвию Прямо Грубо говоря В голове Как что я делаю Я прописываю Свойства Приписываю Свойства реликов Которые синергируют С этой Картой И у меня Для меня Сейчас Танец клинков Если я его улучшаю Становится 12 урона 4 блока За одну энергию Что очень хорошо Облако слабости Можно улучшить Но у него К сожалению Количество слабости Не увеличивается А в основном Она нам нужна Для слабости Сейчас Когда у нас Есть захват ноги Поэтому я думаю Мы действительно Апгрейдим Заход Танец клинков То что нам нужно Как раз Защита Плюс урон 2 в 1 Ровно 13 блока С большой слизью Здесь задача Очень простая Мы ее можем Разделить сейчас Она делится На 33 Но я сейчас Делить ее не буду Я вместо этого Сыграю 2 блока И мы как раз Разделим Большую слизь На следующий ход Нанеся максимальное Количество урона Которое можем Стравленный нож Захват ноги Но это практически Идеально было Привет Апатч Добро пожаловать На стрим А потом Таймлорд Таймлорд На самом деле Не так уж сильно Контрит Заточки Как это может Показаться На первый взгляд Не так сильно Контрит Заточки Как Насколько Сильно Например Птица Контрит Бит Колодой Через талант Таймлорд Намного Медленнее Усиливается Когда ты Разыгрываешь Заточки Чем птица Птица Каждый раз Когда ты играешь Талант Усиливается А Таймлорд только каждый раз, когда ты там пять заточек сыграешь, усиливается, поэтому все не так страшно на самом деле с таймлордом и заточками, но там придется немного более медленно, немного аккуратнее играть, чем обычно, но все равно в точке нормы играют при наличии куна или сюрикена да поэтому нам не нужно делать вокруг них всю колоду но что мы сделали, улучшив танец клинков мы опять же мы получили карту, которая дает 12 урона и 4 блока за 1 энергию таких карт больше нет, это очень хорошая карта поэтому, например, вечную агонию я не хочу добавлять то есть, прямо полностью идти вот в эту колоду в фул вот фул колода на заточке не совсем то, что кажется вечная агония неплохо работает с веером ну, в принципе, тот же эффект, что заточки но вечная агония сама по себе это 8 урона после апгрейда она 12 урона просто 12 урона улучшенная версия наносит 6 урона она клонируется наносим 12 урона но сразу мы эти 4 защиты не получим здесь 12 урона 4 блока здесь просто 12 урона эта карта бесплатная это стоит 1 нужна ли мне бесплатная карта которая 12 урона наносит, но блок не дает не знаю, не уверен когда у нас уже есть карта лучше по моему мнению готов ли я заплатить 1 энергию за то, чтобы получить 4 блока в принципе, да учитывая, что мы не увеличиваем эту свою колоду фляга интересный вариант фляга это яд яд мега хорош против лорда ромбиков очень хорош парировать нормальная карта за 0 4 блока что блок, мне кажется, сейчас нам важнее урона аааа я не прав я не прав давайте возьмем флягу берем ее с тем расчетом чтобы ее проапгрейдить как раз перед перед тем, как переходить к бою против босса что мы здесь сделали? мы здесь очень удачно сыграли массовый урон это самый сложный бой на первом этаже здесь можно легко умереть если у тебя нет, соответственно хорошего урона или очень-очень-очень хорошей защиты ну, больше здесь даже урон нужен нам повезло нам повезло с первым ходом то, что мы смогли накинуть массовый урон ну, и ртутные часы здесь показали свою силу мы не получили урона на маленьких гремлинах это очень круто шипы, дротики шипы, дротики 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 смотрятся не так хорошо как могли бы смотреться дротики хороший урон наносят но мне кажется, что уже поздно для них мы уже, в принципе, взяли хороший урон который будет нам помогать для меня все еще на ютубе удобнее, чем на твиче я уже давно не заходил виновата работа и ситуация в мире если что, я тот, что из Канады Виктор, я понял я тебя узнал, Виктор я помню тебя ты ты у нас ты смотришь практически с первых дней как я начал стримить я тебя всегда в чате на ютубе видел поэтому добро пожаловать на твич здесь хорошо но я понимаю, что может быть на ютубе удобнее тебе было смотреть но твич хорошая платформа для стримов здесь и чат удобный и все классно и комьюнити у нас здесь хорошее так что добро пожаловать к нам на твич я думаю, что это скип идет я думаю, нам не нужны шипы в всяком случае пока что потом когда-нибудь я может быть добавил бы шипы сейчас нет и апгрейд мы делаем на флягу фляга самый сильный апгрейд получает плюс 3 яда яд пропорционально усиливается каждый раз, когда увеличивается его количество потому что он действует дольше ходов и он каждый ход начинает наносить больше урона апгрейды на яд одни из самых эффективных апгрейдов в игре на втором месте наверное после апгрейдов на защиту и здесь как раз идеально показано насколько насколько хорошо яд действует против стража к примеру нам некуда спешить я не вижу смысла нам торопиться против стража яд должен здесь зарешать очень многое тоже облака слабости нам не хватает защиты чуть-чуть чтобы блокировать весь его урон но у нас задача прям блокировать весь-весь-весь урон и не стоит в принципе как таковая что нам нужно здесь сделать это просто настакать на него достаточно яда чтобы он умирал там за пару ходов после того как переходит в атакующий режим ну а в в защитном режиме он нам не сможет нанести достаточно урона для того чтобы остановить нас поэтому буквально еще два хода и все мы выиграли апгрейд на фокус я что шутка для тебя апгрейд на фокус немного в другом ранге ну фокус улучшает одновременно и атаку и защиту и все у дефекта фокус он идет вообще отдельным пунктом это как апгрейды на на стойки созерцающие они не учитываются в общий рейтинг карт то что они специализированы на одну на одного персонажа и их не с чем сравнивать фокус больше Special む определенных условиях для дефекта сильнее чем апгрейд на силу и ловкость при условии того что у тебя есть сферы если у тебя нет сфер апгрейд на фокус бесполезный от них эффективность ноль просто ноль апгрейд на силу или на ловкость никогда не могут быть нулевой эффективности. Ну, если у тебя, конечно, у тебя может не быть карт на силу и карт на ловкость. Но это настолько редко встречается, что можно это, в принципе, игнорировать. Снова тысячу порезов предлагают. Я все еще ее не возьму. Алхимия лучшая карта. Да, алхимия очень хорошая карта. Хардкор это твой личный челлендж? Я имею ввиду, он не в самой игре. Да, да, Хардкор это мой личный челлендж. Его встроенного в игру его нету. Но эти правила простые, их можно соблюдать. Там, в принципе, устанавливать мод какой-то не нужно обязательно. Я забыл сейчас мод включить, но можно играть без мода. То есть эти правила легко соблюдать, и тебе не нужно ничего устанавливать для того, чтобы это работало. Ну, берем адреналин здесь. Я все еще не думаю, что тысячу порезов стоит брать. Ну, и, конечно, Содзу. Надо было кору брать, я понимаю. Корабулам был намного лучше. Алхимия плюс Содзу. Классическое комбо. Итак, второй этаж. Что я думаю по нашей колоде для второго этажа? Критическая нехватка массового урона. Массового урона нет. И сейчас можно сказать, что, да, тебе предлагали массовый урон в виде тысячи порезов. Нам действительно предлагали массовый урон. Нам предлагали тысячу порезов в два раза. Каждый из этих раз мы могли ее взять. Я выбрал ее скипнуть. Я не считаю тысячу порезов массовым уроном. Хорошим массовым уроном, который может что-то выигрывать, потому что ты играешь в тысячу порезов для того, чтобы она нанесла, допустим, 20 урона. Допустим, 10 урона. Чтобы она нанесла 10 урона, тебе нужно сыграть 5 карт. Это один полтора хода, грубо говоря. И ты уже две энергии потратил. Слишком медленно. Слишком медленно. Просто не будет эффективен такой массовый урон в войскам случае в боях на втором этаже. На третьем этаже, может быть, да. Там, где бои более затяжные, там, да. На здесь я... Я не думаю так. Пойдем через магазин. Удаляем карту. И потом мы можем решить, хотим ли мы попробовать пойти на элиток. Но почти 100% нет. Попробуем вытащить вампиров. Ивент на вампиризм. Я, наверное, его возьму, если его предложат. Посмотрим. 10 урона 5 карт как-то похоже на харизму. Ну, все-таки харизма стоит 0, а 1000 порезов стоит 2. Все упирается в стоимость 1000 порезов. Это была бы отличная карта, если бы она не была такая дорогая. просто-просто бомбовая карта была бы. Я решил против избранного играть не флягу в первый ход, а... не флягу, а... этот, как он... облако слабости. Потому что иногда избранный на второй ход атакует. И очень, ну, точнее, не очень, практически, со 100% вероятностью он атакует на третий ход. Поэтому я хотел, чтобы на нем было достаточно слабости для трех ходов. И за эти три хода мы должны успеть нанести достаточно урона. Он не стал атаковать на третий ход, что ну, бывает редко, но все равно мы нормально прошли. первый ход повезло. Мы вытащили весь яд в первый ход. В идеале мы хотим это делать постоянно. Вот есть квал кинжалов, теперь массовый урон, про который я говорил, и я его сейчас возьму. Именно из-за того факта, что у нас пока не хватает массового урона. Ты все еще рассматриваешь предложение по поводу новых игр? Ну, как рассматриваем? Я имею в виду, у нас, мы сейчас играем в террарию, монстр трейн, слайзаспайр, и также тарков. Слайзаспайр, монстр трейн, я хочу играть на каждом стриме, это игры, которые мне очень-очень сильно нравятся, поэтому я прямо очень хочу в них играть. Соответственно, у нас остается единственный другой вариант, это ну, заменить либо террарию, либо тарков на какую-нибудь другую. игру. Не знаю, что-то пока что не хочется. Я имею в виду, мы можем это сделать, террарию выкинуть и поиграть в другую группу. Но... террарию можно пройти. Ну, там еще часов 50, наверное, осталось, месяцев 5. Ну, сколько там еще прохождения террарии? Там еще много. Ну, вот, видишь, чат не хочет выкидывать террарию. Хотя террария сейчас вот самая большая угроза. На террарии меньше всего зрителей, ее меньше всего смотрят на ютубе. Террария, бойся. Добивание, потрошение и уловка. Террария проходится, когда ты отсортировал весь инвентарь. Значит, мы уже прошли. Можно уже больше не играть. Выиграли! Я сделал сундуки для всех предметов. Слишком хорошо рулплеишь в террарии. А-а-а. Таким же предлогом предлагаю выкинуть тарков. Да, но тут одна большая разница. Тарков мне очень нравится. Уловка, потрошение, добивание. потрашение. Нам нужен сброс по большому счету, чтобы сделать его рабочим. 18 урона за 3 энергии я не считаю нормальной сделкой на данном этапе игры. Чаще всего это будет нам ломать веер, ну, в смысле, не позволять разыграть достаточно карт для веера. Добивание смотрится неплохо с танцем. Но, с другой стороны, мы точно так же вместо добивания всегда можем сыграть травленный нож, который в итоге нанесет больше урона. Я думаю, что это лишняя карта вся. Уловка. Если бы ее сразу предлагали улучшенную, я бы подумал. Но улучшать ее у меня нет желания совсем. Облако слабости показывает себя с лучшей стороны. У нас есть четыре блока, нам нужно еще девять блока. Это легко делается двумя оборонами. отлично. Кхе-кхе. Окей. А мы получим урон, я так понимаю. Панцирный паразит нас пробьет. Нет? Нет! Хе-хе-хе-хе-т. Ты не пробьешь. Мы, кстати, могли изрештить, сыграть. Нет, не могли. Не могли. А он пробьет, конечно, слабо, смисплей Я здесь только что смисплеил Мы не смогли не получить урон Да, я ошибся только что В общем, что мне нужно было сделать Сыграть еще одну барону вместо Алзара Сто процентов Тарков тоже проходится, когда отсортировал весь инвентарь В Таркове есть линейка квестов Но Тарков и Терария чем-то, знаешь Вау, мы просто не вытащили вообще защиты, да? Ох Нам не убить его Никак В Таркове тоже есть, как бы, линейка сюжетных квестов Ну, типа, как в Терарии Линейка квестов, которую, типа, можем пройти Мог его убить? Я мог его убить? В смысле Как я его мог убить? Чат Амон, мам Амон, мам 2 плюс 5 плюс 10 равно 12 2 плюс 5 плюс 10 не равно 12 Я могу сразу сказать, что 2 плюс 5 плюс 10 не равняется 12 У меня с математика не очень, но это точно Так не работает Окей Нож в спину, танец клинков перехитрить Ам... Нож в спину очень хорошая штука Бомбовая Секунду Нож для нам урона в начале боя Такой как нож в спину Наверное, лучше Можно танец еще взять А еще один Я не знаю, сколько нам танцев нужно У нас пока нет ни сюрикена, ничего такого У нас все еще есть узорчатый веер Который помогает, но... Нож хорош, но нужен ли он именно на втором этаже По-моему, не очень Йоу, юзер Юзер 27, привет Добро пожаловать на стрим Я думаю, мы скипаем это Это бесплатный урон? Да, но нужен ли нам бесплатный урон? Или нам важнее вытащить какой-нибудь из ключевых карт наподобие облака? Или уже улучшенного танца? Или адреналина? Нам важнее вытащить ключевую карту здесь Релик Махолет Лучший релик Эксклюзивный Нет ничего лучше махолета в хардкоре Да, предложение новых игрушек Типа посмотреть просто Это, конечно Это очень-очень хорошо Поэтому их можно Их можно скидывать в Дискорд Лучше всего в Дискорд Там есть специальный раздел в Дискорде Предложение Туда новые игрушки если кидать, то я их буду Я там читаю все время Да, юзер, у нас есть Дискорд-сервер Восказательный знак Дискорд Команда в чате У нас есть Дискорд-сервер 24 урона и ничего с ним не сделаешь, а? Солана Все, очень плохо Я не люблю врагов на втором этаже Я вообще не люблю второй этаж В принципе Как явление 27 хп, ага По-моему этот забег быстро закончится Мне не нравится то, что у нас происходит Я не знаю, какое чудо нам нужно Дротики это не решение Мастерство это не решение перехитрить Это не решение Яу, Азазелло, Бегемоот Добро пожаловать на стрим Приятного тебе просмотра Может две игры в день? Спайр, Террария, Монстр Тарков? А мы так и делали раньше Мы буквально неделю назад начали три игры опять пробовать Вроде три игры лучше Вроде больше нравится Зрителям У нас вообще нет защиты, да Мы играем за безмолвную И у нас нет защиты Что это такое? О мой бог Серьезно? Мы мертвы Я думаю Я не знаю даже, что нам Как нам жить дальше Три плюс два, пять То есть культист на следующий ход не умирает Нас будет изрештить Культиста надо добить Четыре блока Добро пожаловать, дискорд виза А, ты мертв Чего я думаю? У него 16 здоровья Отлично, хороший бой Снова нашу спину предлагаю Еще один Есть погибель Но нам нужна защита Все игры лучше Больше на каждую игру Чем чуть-чуть во все Не знаю Ты думаешь? У нас такие игры Которые в основном Ну, сессионные То есть ты играешь за бег И играешь за бег Погибель Нож спина Облака слабости Я не знаю Насчет Погибели Нужна ли она? Нужна ли нам вообще Урон еще какой-нибудь? Возможно Нам нужно еще один Облак Мы хотим Я хочу Я хочу взять Облака слабости Я не уверен Что это правильный ход Мне Кажется, что Облака слабости Лучше Оу Счастливый цветок Спасибо Я беру Облака слабости Просто потому Что это защита Хоть какая-то защита На данном этапе Что происходит У нас Почему у нас Нет защиты В этой колоде Играем безмолвно И у нас нет защиты Ни одной защитной карты Я не знаю Что делать Честно говоря Облака слабости Наверное Апгрейд Но мне попалось Хороших Авентов 6 урона Здесь Я вру Нам предлагали защитную карту В самом начале игры Которую я выбрал Скипнуть Там где я взял Отравленный нож Поэтому да У нас могла бы быть Защитная карта Но ее нет Можно голосование В дискорде сделать В смысле Поскольку игр играть Так у нас Вроде этот вопрос Сейчас не стоит Зачем Оглушающий крик Ура Сейчас у нас есть Защитная карта Мы живы Лучший день Нам надо Сейчас бы банку с ядом Эх По-моему мы играем Оглушающий крик Сейчас Потому что неизвестно Дойдем ли мы до него И мы пытаемся накидать На сферического стража яд Прямо здесь и сейчас В ближайшие пару ходов Банка пришла На что я и рассчитывал Нам нужна Посмотрим как банка Приземлится Вау Страж мерз уже На следующий ход От банки Круто Круто Вот здесь только что Очень хорошо Веер сыграл К примеру Мы все равно Получили 5 урона Я не думаю Что мы как-то Выберемся Отсюда Но Этот бой Прошел неплохо Это показывает Насколько Этот забег Очень хорошо Показывает Насколько На втором этаже Опасные противники И насколько Они Полностью Ломают Тебе весь забег Если ты Если ты Не можешь Быстро их Обезвредить За первые Несколько ходов И при этом При всем Тебе нужно Набирать защиту Потому что Тебя убьет Босс По-моему Нам конец Парень был Из тех Кто просто Любит жить Любит праздник Их Громкий смех Пыль дорог Ветра Свист Но тут Пришел культист И сказал Еще одна Атака 24 блока Можно не Играть Здесь Облако Слабости Сыграть Изрешутить На Культиста И блок Чисто Чтобы Сфокусировать Сейчас Именно Культиста Культист Теперь Умрят На Следующий Ход Что Нам И Нужно Есть Урон Богу Урона Отлично Я думаю Что Нам Нужно Вытащить Грацию Мы Не Вытащили Грацию Поэтому Вытащили Атаку Напролом Которую Я возьму В колоду Хотя В колоде Слишком Много Атакующих Карт И Нет Защитных Карт Но Я думаю А я думаю Будем Драться До Конца Будем Драться Чтобы жить За тех Кто Первым Был Убит Так Словно Призрак В небесах Мы будем Драться До Конца Под Черной Майкой Играет Кровь И мы Готовы Побеждать Отдай нам Небо Без Лишних Слов Отдай Отправь Подальше Воевать Войну Придумай Придумай Нам Врага И Смерть Что Ищет В трех Шагах Нам Повезло Очень Что Мы Вытащили Здесь Массовый Блок Так Сказать Минутка Арии Да Мы Можем Прокнуть Веер Здесь Ооо Захват Наги Божественен Захват Наги Только Чтоб Очень Красиво Нам Помог Все Что Нам Нужно Пережить Три Хода Не Бей Меня Нет Руки Прочь От Советской Власти Мы Я буду Получать Здесь Урон Я буду Играть Флягу Потому что Нам Надо Его Убить Почему Флягу Здесь Потому что У него 150 Почти 160 Урона Мы 34 Яда Заход 5 Ходов Мы Его Убьем Смотри 5 Ходов Нет Нет Окей В общем Там Где Там Где Я не Сыграл Оборону Мы Могли Сыграть Оборону Могли Его Убить Здесь ГГ Технически Какие Ошибки Здесь Были Знаете Что Какая Очень Слабая Карта В итоге Казалось Изрешетить Мы Добавили В колоду Она Помогла На Гремлине В начале Игры Но Дальше В течении Всего Остального Забега Изрешетить Было Не Очень И Я Только Говорю Это Не Только Из-за Того Что Она Попалась Под Руку В Последней Руке Не только Из-за Этого Говорю Что Изрешетить Виновата Во всем Что Это Самая Плохая Карта А Еще Все Таки Изрешетить Стоило Две Энергии И Нам Это Никогда Не Было Интересно У Нас Никогда Не Была Ситуация Когда Нам Выгодно Было Играть Дорогую Карту Нам Всегда Выгоднее Было Сыграть Две Атаки Более Дешевые Для Чтобы Немножко Вперед Продвинуть Эффективность Веера Так что Вот